Привет, друзья! Сегодня у меня на дегустации первое и единственное в мире тропинское белое пиво от голландской пивоварни Breweridge De Konigshofen. О пивоварни Breweridge De Konigshofen я вам уже рассказывал в своей видеодегустации под номером 71. Это уже четвертый сорт от этой пивоварни у меня на дегустации. Рекомендую пересмотреть дегустации под номерами 71, 72 и 73. Приступим же к самой дегустации пива. Это эль, пиво сварено по технологии верхового брожения с последующим дображиванием бутылки. В его составе преобладает содержание пшеничного солода и ароматических сортов хмеля, один из которых под названием сапфир, который имеет очень низкое содержание альфа-кислоты, всего от 2 до 5 процентов, малую горечь и придает довольно деликатные цитрусовые нотки мандарина. Также анонсируется отсутствие специй в купаже. Содержание алкоголя в нем 5,5 процентов, начальная плотность сусла 12 процентов. Рекомендуемая температура подачи 4-6 градусов Цельсия. В составе у нас вода, пшеничный солод, ароматический хмель и дрожжи. Имеем вот такую бутылочку, емкость она 0,33, коричневого цвета, с тиснением. На тиснении нарисован герб ордена тропистов, написано тропист. На голубом фоне для троп, витте тропист, большая буква W, что собственно обозначает вид. Такое обозначение традиционно для данной пивоварни. Каждый ее сорт обозначен на бутылке с начальной буквой. Контур-этикетка выглядит вот таким вот образом. На крышечке изображение буквы W. Давайте пробовать. Я также использую оригинальный бирдекель. Пиво светло-желтого, соломенного цвета, мутноватое. С невысокой пенной шапкой белого цвета, состоящей из среднего размера пузырей, которая очень быстро оседает, но ввиду очень интенсивной карбонизации, состоящей, в свою очередь, из среднего размера пузырей, быстро пополняется. Вот таким вот образом выглядит данный сорт. В аромате пшеница, дрожжи с нотами цитрусовых и тропических фруктов, банана, трав и специй. Вкус очень освежающий, с хорошо выраженной кислинкой, дрожжевыми тонами, с нотами банана, цитрусовых. Здесь можно уловить мандарин, апельсин, лимон. Также пряностями, здесь гвоздика, кориандр, намеки на мед и яблоки. Мелевая горечь почти не выражена, тело легкое, гладкое и очень питкое. В посевкусии цитрусовая цедра, пряные ноты кориандра и гвоздики, дрожжевые и зерновые ноты, лёгкая горечь на финише, довольно сухой финал. Резюмирую. Мне лично очень понравилось. Достойный представитель стиля Витбир. При достаточном охлаждении это лучший вариант в летнюю жару. Всё на уровне и в рамках стиля. Рекомендую. Регулярная стоимость данного сорта пива в Украине, в бутылочке 0.33, порядка 75 гривен. И это около 2 долларов и 88 центов на американские деньги. Мне оно досталось за 31 гривна и 44 копейки. И это приблизительно 1 доллар 20 центов. А на этом у меня всё. Пейте правильное пиво. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу в ВК. Ссылка внизу. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Будет интересно. Пока-пока, друзья.